Приветствую вас от лица Украинского выбора, от лица проекта Украинская Федерация, звательный Михаил Павлевский, аккуратор проекта, ну и, соответственно, активистка Украинского выбора. Сегодня мы с вами проводим конференцию, конференция у нас межрегиональная, даже, скажем, больше международная. В ней будут участвовать наши коллеги, друзья из Российской Федерации. Мы не случайно собираем такой широкий форум, не случайно представительство широко у нас присутствует здесь экспертного сообщества и общественников города и регионов. Название нашей конференции, ну, я думаю, вы знакомы, ознакомились, слабожанщина на путях народовласти и децентрализации. Наверное, вот о чем мы сейчас пойдем, пойдет речь на нашем мероприятии. Мы попробуем с вами сформулировать слабожанщину не просто как некий культурный, исторический феномен, не как некую территорию, где сходные культурные, бытовые какие-то черты. И мы, наверное, попытаемся сформулировать слабожанщину как проект. Потому что целый ряд вопросов, связанных с развитием регионализма в Украине, целый ряд вопросов, связанных острых, больных вопросов, связанных с необходимостью восстановления или создания реального народовластия в Украине, децентрализации власти, они назревшие, они актуальны и будут темой нашего мероприятия сегодняшнего, нашей конференции. Для нас, как организаторов, совершенно очевидно, что слабожанщина, как уникальный регион, имеет право существовать не только как какой-то нарыс историко-культурный в учебниках или в этнографических материалах, но имеет право существовать и как административная единица. И когда сейчас наша власть придержащая и формулирует, что Украина, если и требует реформ в местном самоуправлении, в регионализме, в развитии самоорганизации граждан, то каких-то там минимальных, длительных, растянутых по времени и по функциям, то наше видение совершенно очевидное, что Украина требует максимально объемных реформ в этой сфере. Украина требует, и регионы Украины требуют и политико-административных изменений, изменений бюджетных, фискальных, изменений территориально-административных, потому что совершенно очевидный факт, что именно регионализм, развитие регионов и местного самоуправления, развитие истинного народовластия, народного суверенитета так называемого, который может позволить дать шанс гражданам Украины все-таки быть вовлеченными в процесс государственного правления, наверное, все эти изменения, которые были актуальны еще вчера, а сегодня они более чем актуальны, они назрели давным-давно, все эти изменения, наверное, помогут Украине все-таки стать той комфортной, толерантной к своим гражданам страной, государством, которая будет успешным и эффективным. На сегодняшний день излишняя, нездоровая централизация власти, разрушенное местное самоуправление, отделенность гражданина от процессов, связанных с госуправлением, от банального даже местного самоуправления, вовлеченности в вопросы самоорганизации на уровне общин, достигла катастрофической ситуации. И, безусловно, если мы говорим о децентрализации власти, то это крайне необходимый процесс. Регионы должны получить власть, регионы Украины, граждане Украины должны получить возможность быть сопричастными к формированию политики государства, законодательной правовой базы. И эти все вопросы, как никогда, актуальны и здесь, на Слобожанщине. И мы хотели бы обсуждать Слобожанщину как единый организм, как единый проект, и как единую перспективу для жителей северо-восточного Украины. Потому что мы не случайно пригласили на эту конференцию представителей из Сумской области, из Луганской области, из Севера Луганской области, которые являются неотъемлемыми частями Слобожанщины. Слобожанщина также, как историко-культурная провинция, простегая своей границей и на территории Российской Федерации, от того и здесь наши коллеги из Российской Федерации. Межрегиональное и приграничное сотрудничество – это более чем актуальные вопросы. Также для Слобожанщины это может быть одним из локомотивов развития экономики региона. Весь набор этих вопросов мы хотели бы сегодня поговорить. И, безусловно, мы это сделаем. Дай Бог, чтобы наше мероприятие заявило о Слобожанщине именно как о проекте, а не только о историко-культурном феномене. Проекте для будущего, проекта для граждан Украины, для жителей региона, который имеет полное право быть успешным и комфортным, иметь яркую перспективу. Ну, где-то так. Я сейчас передам микрофон для приветственного слова депутату проксовета Тарикасского. Вы все его знаете прекрасно. Он также и один из руководителей и руководителей украинского выбора в городе, регионе. Представляю слово за Андрею Антоновичу Тесину. Спасибо большое. Действительно рад всех приветствовать. Рад видеть много новых лиц. И скажу, что действительно многие люди, которые здесь есть, мы с ними встречались и обсуждали эти темы тоже неоднократно. Могу сказать, что сегодня мы живем в такое время, когда эта тема очень-очень актуальна. Действительно, каждый из нас на себе лично может ощутить то, что в принципе он живет сам по себе, и государство живет само по себе. К сожалению, могу привести десятки примеров, когда действительно... Пример, когда контроль за исполнением тех вещей, которые происходят, например, в Харьковской области, лежит на киевских отделениях. Могу яркий пример привести то, что управление Держкомзема Харьковского района, когда происходит полнейшее безобразие, когда люди стоят месяцами, годами, а никому до этого дела нет. Когда мы говорим о народовласти, мы понимаем, что основные тезисы, основные пункты Конституции должны выполняться. Когда мы говорим о том, что власть народа, понимаем, что наши люди хозяева своей земли, хозяева тех мест, где они живут. На примере решения, которое касалось Сан-Завагаза, мы видели, что это не так. К сожалению, этот вопрос у нас не развит. Люди, к сожалению, отстранены от управления страной. Мы будем говорить вещи своими именами. Поэтому сегодняшнее мероприятие, оно очень актуально. Мне хотелось бы послушать мнения специалистов, что делать людям, какие решения принимать, как себя вести, как действовать. К сожалению, что многие подобные мероприятия, можно сказать, что по опыту прошлого, заканчивались тем, что поговорили, разошлись и на этом точка. Поэтому я думаю, что сегодняшнее наше мероприятие будет исключением. И мы примем активные меры, потому что люди начали защищать свои интересы, люди начали верить в свои силы. Проводили мы 6 числа с коллегой депутатом Сатаром встречу с людьми на одном из окров города Харькова. Можно сказать, что люди разочарованы в том, что сейчас у нас происходит. Люди не верят в то, что что-то можно изменить. Это самая основная беда, самая основная проблема. Активность у людей крайне низкая. Люди даже себе, к сожалению, не хотят помогать. Пока здесь будет такая тенденция, сдвинуть что-то с мертвой точки, будет очень-очень сложно. Поэтому каждый из людей должен понимать, что в принципе первое, что нужно начинать с себя, ставить цель и добиваться ее. Самое главное научиться проявлять инициативу, научиться высказывать свое мнение, научиться добиваться решения тех или иных вопросов. К сожалению, власть нас многих не слышит. И многие решения принимаются в индивидуальном порядке, невзирая на какие-то нормы, требования и так далее. Хочу поблагодарить тех людей, которые организовали это мероприятие и передать микрофон для того, чтобы мы пришли к основной части мероприятия. Спасибо. Спасибо, Андрей Анатольевич. Немножечко буквально два слова по регламенту, друзья. Мы начнем сейчас работу, пусть с небольшим опозданием, буквально 10 минут. Пойдем по докладной части. Доклады у нас будут регламены до 7 минут. Я думаю, все мы будем в этом возможность уложиться в это время. В час дня мы сделаем небольшой перерыв на кофебрейк. После этого на 20 минут поработаем еще до 3 часов. И будет еще, уже для участников, уже возможность неформально пообщаться, обсудить то, что прозвучит сегодня на нашей конференции. А сейчас я с огромным удовольствием передаю слово для первого доклада гуру харьковской украинской политики, не единожды народному депутату Александровской Алле-Александровне. Если вам удобно, можно смисти, можно три пункта, пожалуйста. Доклад будет звучать народовластия, как один из инструментов децентрализации слабожанщины. Видите, я старалась, подготовилась за вас с собой интересные документы материала и в своем докладе буду опираться на конкретные цифры. В общем-то, эти цифры не секрет для всех, потому что это официальные данные Государственного комитета статистики, сегодня это служба статистики. И вот эти цифры говорят об очень многом. Вот тема народовластия. И народовластие как инструмент обеспечения развития региона и самообеспечения действительно защиты интересов людей, живущих в конкретном регионе. За счет чего живет государство? Государство живет за счет того богатства, которое производится населением. Наверное, было бы справедливым, если бы те, кто хорошо работает и хорошо зарабатывали, и хорошо жили. И те, кто работали хуже, меньше бы зарабатывали и жили бы в жизни. Известный тезис, во-первых, быть ее определяет сознание, то есть человек, который понимает, что он трудится во благо и при этом получает определенное вознаграждение от общества, я думаю, что он будет лучше трудиться и стимулировать известно. Сегодня очень многие политологи, которые работают в Украине, дают тысячи метров. И действительно, это так. Низкий уровень заработной оплаты, колоссальные долги по заработной оплате, нарушения трудозаконодательства, законов и Конституции, действительно ввезут тому, о чем говорил мой молодой коллега, что у людей нет интереса, они не верят, что что-то можно изменить. То есть у человека нет стимули. Если посмотреть на ситуацию в Украине, валовый внутренний продукт, то есть общено-национальное богатство, которое добывается на территории Украины, где и кем оно добывается. Я посмотрела такой показатель, как объемы реализованной промышленной продукции, потому что это конкретный показатель, который характеризует то, как работает регион, как работают люди, как работает промышленный потенциал, не только промышленная, но и сфера услуг. Если принять Украину за 100%, то 18,8% всей производимой и реализованной продукции производится в Кубитровской области. 19% в Донецкой. 6,6% производят Запорожье и город Киев. Луганская область производит 6,3% от общего богатства, Полтава 5,7% и Харькова 5,6%. Я дальше говорить не буду, дальше идет очень низкий спад, там до 1-2%. Если посмотреть, вот эти названные субъекты Украины с Киевом, это 7%, и с Киева это 6%, а город Киев, вы понимаете, специфический, там находятся все центральные офисы, и по сегодняшнему налоговому кодексу все доходы, все налоги изымаются по месту нахождения центрального офиса. Таким образом, Киев, не производя реально, вместе с тем получает очень большой доход за счет того, что все доходы, которые зарабатывают на рынок уровня, они все равно идут и считаются в Киеве. Из Киева 6 вот таких вот субъектов. 68% всей реализованной продукции реализована, произведена, реализована в этих регионах. То есть получается, что 3 четверти всего, что добываются в продукции Украины, добываются в этих регионах. А как живут люди в этих регионах? Какой уровень жизни? Какие у них доходы? Какое у них ощущение нужности этому государству? Какое ощущение справедливости? Человек работал, и вот он получил какое-то вознаграждение. Если посмотреть по долгам по заработной плате, я беру по долгам, то 54,7% всех долгов в Украине это долги по заработной плате и на этих регионах. Из них Донецкая область 19%. Я цифру абсолютно могу назвать абсолютной цифрой, вы можете посмотреть в практистике. Всего по Украине сегодня, в 2013 году, считается долгом 893 миллиона гривен. Но я хочу сказать, что цифра наверняка, не наверняка, а точно занижена, потому что уже не учитываются долги по заработной плате, которые существуют, и они остались на предприятиях, которые либо находятся на стадии банкротства, либо уже банкроты, так называемые экономические неактивные предприятия. Но люди-то там работали, и люди там еще где-то числятся даже на работе, и получение заработной платой является абсолютно проблематичным. Так вот, 54,7% всех долгов по заработной плате опять создаются в этих же регионах. Донецкая, 19%, Запорожская, 5,8%, Долганск, 7,8%, Болгарская, 1,8%, Хайклорская, 10%, Горские, 9%. Справедливо это? Конечно же нет. Конечно же нет. И люди это понимают. Они не могут понять причину такого отношения, но то, что они понимают, что им живется плохо, это совершенно однозначно. Как устроено здесь, говорили о централизации власти. Она действительно, ну так сказать, излишней или недостаточно централизованной нельзя, потому что все это достаточно субъективно и не существует в мировой практике и в том числе в юридической науке каких-то показателей, которые мы четко говорили, вот какой процент должен принадлежать от общей системы управления принятия решений на уровне, на основном, центральном, региональном или вообще-то на местном. Все зависит от того, какие цели преследует государство, какие цели преследуют политические институты, какие задачи они перед собой ставят. И вот возникает вопрос, если ставится задача поднятия благостроения народа, стимулирование к труду, чтобы мы могли лучше трудиться, больше производить и поэтому жить богаче, то, как вы понимаете, вот такой подход как раз эту задачу не решает. То есть вот эти вот цифры свидетельствуют, что такая задача перед институтами власти в Украине не стоит. Притом с учетом того, что эти показатели характерны не только для 2013 года, начиная, статистика показывает такую тенденцию, начиная с 1997 года. То есть это политика, которая проводится в Украине в течение достаточно длительного времени. Нормально это? Конечно же, ненормально. Если мы хотим, чтобы Украина существовала как государство, чтобы развиваться. Что можно сказать о... Значит, я говорю о регионах. Если говорить о децентрализации власти, то эту идею, конечно же, нужно поддерживать. Только возникают опять вопросы инструментов децентрализации. В какой мере мы понимаем это слово? Вот мы говорим слово реформы, мы не всегда объясним, что это. Мы говорим реформы. То есть реформы — это перемены. В принципе, перемены к лучшему. Но вместе с тем мы видим, что у нас 20 лет идут реформы. И перемены лучшие мы не видим, к сожалению. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы говорили более конкретно вещь. Я считаю, что децентрализация должна быть связана с тем, что формирование доходов регионов должно быть увязано с тем объемом производимой продукции, с тем объемом труда, который у нас уложено целением, на территории этого региона. Я прекрасно понимаю, что существуют у нас регионы, которые по трудовым ресурсам, по своему экономическому потенциалу, по интеллектуальному потенциалу, они являются депрессивными. Они такими были и до 91-го года. И вместе с тем политика государства, которая в то время проводилась, она проводилась на выравнивании. И мы знаем, что принимались определенные решения для того, чтобы создать промышленный потенциал, создать опять мотивацию к труду и поддержать тех людей, которые действительно хотят трудиться, хотят зарабатывать, хотят жить. Была такая политика. 20 лет этой политики нет. Поэтому, когда мы говорим о национализации власти, мне бы хотелось, чтобы мы говорили о политике. Политике, в которой будет эта власть при новом распределении функций, при новом распределении обязанностей, при новом распределении инструментов власти между центром, регионами, или более низшим длинном местным уровнем власти, мы должны говорить все-таки, какие задачи и за счет чего будут решаться. Поэтому я работала в Верховной Раде 14 лет. В том числе работала в Компетите по энергетике, я работала в Бюджетном Комитете. Я была свидетелем двух принятий бюджетных кодексов. Два раза принимался бюджетный кодекс, один раз, и вот второй раз недавно снова был новый бюджетный кодекс принят. Меня поражал вот такой вот формальный подход расчета бюджета, исходя из количества того, что мы можем дать каждому человеку. Вот поделили, сколько на здравоохранение дается деньги, как у нас 3 миллиарда, поделили на население Украины, и вот получаем 30 копеек на чек и завершаем. И вот этот подход существует. А инфраструктура, которая есть на оригинальном уровне, она существует на Востоке в большем мире, чем на Западе, это же всем известно, чем на Юге. На это не в чьи-то. Естественно, у населения, у граждан растет негативное отношение к такой системе власти, которая не решает их проблем. Я взяла сборник материалов Национальная академия наук Украины Института социологии. Значит, вот буквально, начиная с 90-го года, доверие государственным институтам падает, и прерывно падает. Если в 97-м году президенту доверяют 38%, то в 2008 году 26,8%, и эта тенденция продолжается. В Верховной Раде как был низкий процент 28,3%, так 28% осталось. И это понятно почему, потому что наиболее публичным органом власти является парламент, который дает возможность гражданину увидеть все безобразие, непрерывно, в реальном ажномировании своими глазами. Поэтому парламент на самый низкий рейтинг. Хотя вот правительство Украины тоже с 30-ти почти 2%, теперь доверяют 27% и даже ниже. То есть это настроение людей. Здесь правильно говорится, люди должны видеть выход. Должны понимать, в чем этот выход. Просто призывать их к активности, там, придите, проголосуйте, выиграйте. Кого выбирать? Что выбирать? Как выбирать? Я думаю, что сначала должна быть предложена активной частью населения, политически грамотными людьми, модель общества. Вот модель вот этого вот перераспределения власти. И самое главное, сформулирована задача. Вот если это общество будет представлена модель, и сформулирована задача, которую с помощью этой модели можно будет и нужно будет решить, я думаю, тогда население откликнется и поймет, что оно нужно, и оно сможет тоже быть привлечено к решению этой задачи. То есть сначала модель, сначала постановка задачи, объяснение обществу инструментов, с помощью которых это может быть достигнуто. И тогда, я думаю, гораздо не со свиста. Эту городу двигать нужно. Гору проблем. Спасибо. Спасибо, Алла Александровна. Пойдем дальше по нашему плану выступлений. И я просил бы засчитать свой доклад Самойла Алексея Николаевича. Доклад «Теория сложных систем и федерализация Украины». Пожалуйста. Спасибо. Илья Ассо. Я немножечко изменил. Так, а как же делать, что будет делать? Ай-яй-яй. Раз, два. Да, ничего, нормально. Так, тогда я буду смотреть сначала на свой текст, а потом показывать вам слайд. К сожалению, параллельно этого сделать не смогу. Ай-яй. Ай-яй. У меня нет распечатанного текста. Хорошо. Пока временного. Ну, чтобы текст вы не читали, я должен рассказать, что... Алла Александровна закончила свое выступление тем, что сформулировала основной текст. Нужно рассказывать инструменты, нужно показывать алгоритмы действий. И после всего этого надо эти алгоритмы и эти инструменты использовать в конкретных действиях, в конкретной политике. Но, к сожалению, народ, как субъект политических действий, всегда является массой аморфной и пассивной. Поэтому только либо пассионарии, либо наиболее активные элементы общества могут осуществлять политическое действие. Поэтому я бы свой доклад построил таким образом. Я не буду рассказывать о теории систем, потому что нужно, наверное, для некоторых вводить базовые понятия. Хотя хотелось, доклад этот я где-нибудь опубликую. Я расскажу несколько конспективных выдержек из своего доклада. И предложу, может быть, не совсем приемлемую для многих, но тем не менее, на мой взгляд, чуть ли не единственный вариант действий. Мы существуем в условиях, когда партия власти и непосредственная группа, находящаяся у власти, ее называют семья, ее называют президент и его окружение. Неважно. Главное, что этот политический субъект умудрился выстроить жесткую иерархическую структуру, которая фактически является монопольным правителем во всех сферах отправления властных функций. Судебная, внутренних, охрана правопорядка, экономическая, финансовая и прочее. Это нормальная, классическая, авторитарная модель управления. В этом нет ни плохого, ни хорошего. Мы просто констатируем и фиксируем этот момент. Что же нам теперь в таких случаях делать, когда мы уверены, что федерализация нам все-таки нужна? Как мы эту иерархическую систему, которая, естественно, не захочет уходить и отдавать часть своих полномочий, можем заставить. В этом-то вся и проблема. Можно бороться и делать революцию. Упаси Господи, мы уже этого наелись. Хотя, в общем-то, кому как. С другой стороны, можно попытаться все-таки политическими методами, которые зафиксированы в законодательстве и Конституции, это сделать. Вот недавно с российской стороны, от уважаемого мною политика Константин Федоровича Затулина, звучала фраза неоднократная. Надо все-таки с партией регионов договариваться. Я сначала это воспринимал очень, как-то так сказать, ну, не воспринимал. А потом, вот когда я начал писать этот доклад, работать по предложению, участие этой конференции, все-таки пришел к выводу, что плепью опуха не перешибешь, поэтому с опухом надо договариваться. Нету того политического субъекта или конгломерата тех политических сил, которые могли бы выступать на равных с партией регионов и той иерархии, которая выставлена в Украине. Но федерализация нам нужна. Я зачитаю сейчас цитату, может быть, кто-то угадает, кто это говорил, может быть, нет. Я, естественно, в конце скажу, кто-то. Итак, несколько выдержав из выступления известного украинского политика, вот он что говорит. К чему стремится новая власть? Как можно скорее убедить Запад в том, что официальный Киев не мыслит себя без планоправного членства в ЕС и НАТО. Это хорошо он сказал. Мы убеждены в том, что украинскому народу нужны сегодня не призрачная перспектива вступления в ЕС и гарантии безопасности со стороны НАТО, а новые рабочие места и воздействия состояния. Далее, в своем выступлении, которое очень обширное, он более 10 раз употребил слово федерализация и децентрализация, что в данном контексте сено. Ну вот, на всякий случай сочетаю еще один отрывочек, а потом попробую еще гадать. Мы считаем, и неоднократно об этом заявляли, что внутриполитическая стабильность может быть обеспечена путем федерализации государства. Одни лишь призывы к единству не принесли ожидаемого эффекта и едва ли принесут его в будущее. В контексте культурного, исторического развития региона и Украины разные. И этот фактор всегда будет влиять на внутриполитическую ситуацию государства. Тем временем, и дальше, федерализация, децентрализация. Кроме того, федерализация ведет к децентрализации власти. И так далее. Как вы думаете, кто это? Юрнукович. Ребята. Ребята. Это Виктор Федорович Юрнукович. 28-10-2005 года. Статья называется «Три постулата оппозиции». Даже могу дать ссылку в интернете. Понятно. Итак, что нам делать в такой ситуации, когда люди, приходящие во власть, радикально, полностью, геометрально меняют свои позиции, взгляды. Это можно, конечно, назвать ложью, обманываясь. Нет, но это политика. В наших условиях у нас ничего не остается, как сказал Константин Федорович. Затуль, к сожалению, договариваться. Пока. О чем будем договариваться? Я думаю, что Москов в Киеве, те, кто управляет и окружает Рассказь Юрнуковича, управляет страной, на самом деле, в общем-то, Москов много. В интеллекту сомневаться не приходится. Но, в общем-то, я надеюсь, что в первой столице, то есть у нас, их не меньше. И, помните, как поэт сказал, лицом к лицу лица не увидят. Большое видится на расстоянии. Вот нам на расстоянии гораздо виднее, что делать. Я хочу предложить, например, действующей власти рассмотреть такой подход к федерализации и децентрализации. Дело в том, что... Сейчас я вам покажу сроки. Вот он. Ну-ка. Дело в том, что... Ага, ребят, ну, очень как-то старяло. Ну, попробуйте посмотреть. Я вам сейчас увеличить. Нет, нет, нет. Сейчас мы будем раз... Слайды. Режим. Сейчас я его в режим влеку. Ну, вот, что-то он не хочет. Итак, посмотрите. У нас с правой стороны старые олигархи, субъекты ненасильственного действия, которые проявили себя в 2004-2005 году. Внизу еще у нас есть не нацисты, радикалы. Восточные внешние силы. Все прекрасно понимаем, кто это и как они взаимодействуют и со старыми олигархами, и с новыми. Давай, все, просим. Вот сейчас. Западные внешние силы, естественно, давят и на Януковича, семью, и новых олигархов. Как видим, я цифры здесь не приводил, но тем не менее, вот этот конгломерат Янукович и его окружение достаточно бледно выглядят по своему материальному, людскому, электоральному ресурсу по сравнению с теми, кто находится с правой стороны. Тем более, они сейчас избрали тактику со стороны Януковича и его окружения. Была избрана тактика спарринг-партнера введения Гнебока либо в первом, либо в втором туре. Не хотите за меня, голосуйте за нацистов. Насколько это будет эффективно, это большой вопрос, потому что протестное голосование у нас бывает вообще непредсказуемое, поэтому могут и проиграть. И, в общем-то, известно, что они уже начинают психовать по этому поводу. Ребята, ну тогда что делать? Я имею в виду ребята на стрелку. Да, тем ребятам, которые сидят в Киеве. Ребята, надо создавать все-таки опорную базу. Это региональные элиты. Это то, что не будет конфликтовать со старыми олигархами в борьбе, как новые олигархи и семья. Ну, мы знаем, вот такие новые олигархи, да? Это Александр Викторович и так далее. Они не будут вступать в прямую конфронтацию со старыми олигархами, потому что региональные элиты, средний региональный класс и недиригизированный электорат, который живет в регионах, должны будут замкнуться на новые экономические и финансовые связи, которые будут появляться как раз в процессе регионализации, федерализации, регионализации. Тут осталось чуть-чуть. Итак, а если бы я читал свой доклад, да, Вы что? Вот. Ну, и естественно, как в нормальных капиталистических буржуазных отношениях мы празднуем того, кто дал возможность заработать, того и празднуем, того и поддерживаем. Если у нас произойдет федерализация, которая будет включать в себя в первую очередь финансовую, бюджетную децентрализацию, политическую, то есть административно- территориальную реформу, с делегированием политических полномочий, законодательных полномочий регионам и разрешение им международных, межгосударственных, а это имеется в первую очередь в виду трансграничного сотрудничества, наполнения реальными действиями, у нас появляется как раз то, что будет являться для жаждущих приходов власти в очередной раз новая опора региональной элиты, средний класс, индивидуализированный элемент. Восточные силы нас очень поддержат, потому что Харьков с удовольствием начнет организацию более серьезных действий с Россией, ну, как в Польше, там у Львова получится, мало известно. Но, помимо того, что у нас усилится или улучшится, приобретут совершенно другой качество торгово-экономическое и культурное отношение, у нас еще и за счет разделения регионов произойдет уравновешивание радикальных и нацистских движений, которые сейчас получают новый инвест развитие. Потому что ни Польше, например, не будут нужны такие силы, как Педневок и тем более радикальные элементы, возглавляемые михачишином под прикрытием свободы. Точно так же на Украине здесь, на восточных регионах. Эти элементы вообще просто, потому что с россиянами будет трудно говорить, когда по улице маршируют с тремя пальцами. Ну вот, так, я быстренько. Наверное, все, ребята, все. Резюме только федерализация. Дело в том, что такие господа, как Семеноженко и, как ни странно, Данилишин в свое время очень много времени посвятили экономическому вопросу федерализации, проработали достаточно неплохие программы. Я думаю, имеет смысл вернуться либо к тем научно-творческим коллективам, либо просто к этим политикам, чтобы использовать серьезные наработки. Спасибо за внимание. Хорошо, спасибо. Мы, Александр Николаевич, объемно, наглядно переходим дальше. И слово предоставляет Редактору Алексеевичу с докладом регионализации Украины, экономические выгоды и интересы политического класса. Во многом доклад перекликающийся, а может быть продолжающий, упрекающий или расцвечивающий новыми красками и подтверждающийся. Пожалуйста. Спасибо. Микрофон говорит. Микрофон включен у нас за трибуновик. Ратяжок? Да. Поля. Встань. Даже мы без техники и изысков ее в 21-м веке. и измелья так и измелья есть в 20-м году. создать Микрофон с учетом и в 21-м веке. Регионализация Украины, конечно же, имеет прямые экономические выгоды для региона. И проанализируем, посмотрим, насколько эти экономические выгоды создаются в политическом классе. Расширение прав местного самоуправления и самостоятельность региона оборачиваются конкретными совершенно выгодными выгодами. Во-первых, оперативное и эффективное решение массы конкретных социально-экономических проблем для населения. Когда права местного самоуправления и права региона максимально расширены, решение этих проблем приближено как раз к населению, которое живет в этом регионе, а не в столице. Далее, расширение прав местного самоуправления, мы говорим о регионализации, повысит, конечно, качество межгосударственного российского украины. Понятно, что в условиях стесненности регионального самоуправления региональных властей, в том числе и в бюджетном, финансовой сфере, трудно говорить о межгосударственном и межрегиональном взаимодействии. Далее, формирование самостоятельной и опытной права региональной элиты. Это как в качестве резерва центральной власти. Чем более разнообразные задачи решает местная региональная элита у себя на месте, чем она научилась эффективно разговаривать конструктивно с народом, со своими гражданами, то есть с населением области, тем эффективнее она решает общие государственные задачи, когда приходит на центральные должности в Киеве, то есть в центральной власти. Ну и, конечно же, региональная элита в случае успешной идущей регионализации Украины может оказывать конструктивное давление на власть в целях выбора оптимального направления внешнеэкономической интеграции. Я здесь говорю о таможенном союзе. Конкретный пример. Значит, вот на сайте Харьковской области администрации, читая недавно сообщение о том, что в Лазовском районе завершено строительство завода по переработке семян подсолнечника. Об этом сообщил председатель Лазовской районной госадминистрации. Значит, предприятие обрабатывает 4000 гектаров земли. Заключили уже контракт на поставки, значит, продукции ближнему зарубежью, в первую очередь, я так понимаю, России, странам, членам таможенного союза, и в планах строительства второго корпуса комбитационного завода «Риад». Значит, согласно, хорошие планы, согласно договора в зоне свободной торговли с ЕС, Украина обязана будет отменить вывозную пошлину на семена подсолнечника. Это, в общем, может лишить, ну, почти гарантированно лишает отечественное масло жиркомбинаты сырья. Понятно, что они будут сырье продаваться за границу страны Евросоюза. Ну вот, эти комбинаты, ну, на примере, значит, Лазовского района, это конкретный пример, который касается слабожанщины напрямую, но таких масло-жиркомбинатов по Украине очень много. Они производят, значит, 80% произведенного в Украине подсолнечного масла, экспортируются ежегодно, получается, выручка, бюджет, около 2 миллиардов долларов валюты. Фактически, вот этот завод, значит, в случае заключения зоны свободной торговли с ЕС, ну, прям первый кандидат на банкрот, через там 2-3 года. Вот, в случае, конечно, в случае, в случае, скажем, полномочий, достаточно широких полномочий местного самоуправления в условиях регионализации, мы, конечно же, местная власть имела бы больше прав и больше возможностей, больше речагов в отстаивании своих экономических интересов, из которых складываются экономические интересы всей Украины. Ну, это я один пример по сельскому хозяйству, но по промышленности таких примеров намного больше. И как же, насколько элита осознает, региональная элита осознает свой собственный экономический интерес? Ну, интересы элитной группы в постсоветской Украине при формировании взаимоотношений между центром и периферией исходили из следующих постулатов. Первое, факторов традиции, обусловленных политической географией страны, ситуативных политических возможностей и привычных, хорошо апробированных моделей государственного управления из недавнего прошлого. Поэтому центральная власть в Украине и высшая должность, в которой занимали выходцы из разных регионов, стала воспроизводить по отношению к регионам приблизительно такую же модель, которую в свое время использовал союзный центр относительно республик Советского Союза. Причем в ухудшенном варианте. Вот когда Днепропетровская группа в голове скучной заняла и усилила свои позиции в Киеве, центральная власть сделала все для установления наибольшего контроля над регионами, то есть до уровня районных госадминистраций включительно, путем ослабления областных советов. И вот это стало отправной точкой в формировании диспропорций между центром и регионами. В дальнейшем контроль над институтом региональной власти со стороны центра, причем независимо от того, в какие региональные группы попадали в центральную власть, только усиливался. Главной составляющей центробежных интересов политических субъектов была и есть власть, а экономические составляющие имеют второстепенный характер. Власть дает возможность формирования, наращивания, сохранения капиталов, поэтому для региональных политических элит интересы власти являются первичными, на фоне которых экономические интересы региональных сообществ являются производными вторичными, к сожалению. Показателем отсутствия реальных центробежных интересов, то есть интересов регионализации, будем говорить так, у главных политических игроков при безоцентре, невзирая на то, что все они представлены, кстати, региональными элитными группами, является данная госкомитета статистики относительно соотношения центрального и местного бюджета. В СССР доля государственного центрального бюджета в сводном бюджете в 90-м году составляла 51%, значит 48% оставалось на местах. В 95-й год доля госбюджета в сводном бюджете 61% в местном 38%, значит там было 48% в 90-м, в 90-м, в 90-м, в 90-м, в 90-м. Дальше эта доля госбюджета только увеличивалась, местный бюджет впадала, там исключение только 1998-й год, связанное с принятием Конституции Автомобной Республики Крым, как бы дали такую небольшую подачку, послабление. И вот в 2010-м году доля госбюджета в сводном бюджете дошла до 80%, в местные бюджеты остается 20%. Ну что можно с 20% сделать, тем более, ну сделать как бы в экономическом плане, в плане поднятия экономического как бы благосостояния или там благосостояния населения. Поэтому Центр соглашался на усиление регионов лишь в определенные критические моменты, а вот в более-менее стабильных условиях Центр никогда не проявлял никакого стремления оставить свои властные полномочия в интересах регионов. Имидж, наиболее ориентированный на децентрализацию власти в Украине, имеет партия регионов. Однако ее лидеры относительно отмеченных вопросов, то есть вопросов регионализации, занимают, мягко говоря, неоднозначную позицию, которая скорее напоминает политическое маневрирование. То есть, с одной стороны, они декларируют необходимость расширения прав регионов и местной власти, исходя из экономической целесообразности, об этом говорил Рыбак в свое время, об этом вот красноречиво цитату Виктора Федоровича засчитывал предыдущий докладчик, мой коллега. Сейчас все эти высказывания в пользу регионализации Украины относятся к тому периоду, когда партия регионов была в оппозиции. Нынешняя позиция партии регионов можно, наверное, охарактеризовать высказыванием президента страны и лидером же партии регионов «Украина – унитарное государство. Точка». Мы все знаем, в общем, об этом высказывании, но широко разошлось. Ну, в целом, среди, вот если мы обратимся опять к региональным элитам, то среди общего декларативного контекста, значит, о чем говорят региональные элиты о своих интересах, или, скажем, среди политических программ политических партий, то есть вот среди вот этого декларативного контекста можно выделить, ну, такие реальные интересы политических субъектов. Первое – продажа земли в регионах. Второе – передача разрешительных функций, в частности, лицензирования на низшие уровни госуправления. Ну, в настоящий момент эти функции сконцентрированы в регионах. Третье – внедрение двухполатного парламента, одна из палац, которого должна представлять интересы регионов. Значит, тут есть свои негативно-отрицательные, позитивные стороны, но, в принципе, видимо, это где-то то направление, в котором следует двигаться. В качестве вывода, реальные политические практики любых партий, власти или коалиций на их основе свидетельствуют об отсутствии комплексного политического интереса в децентрализации у любой политической партии. Несмотря на декларативные тезисы, значит, заявления, содержащиеся в политических программах. Объективно, такой интерес у региональных элит имеется, но он ими плохо осознан. Наша задача, ну, задача активистов, досторонников регионализации Украины – помочь региональным элитам в осознании иметь собственного интереса и выработки механизмов его защиты. И здесь основное направление, конечно, движения к автономизации регионов вплоть до перехода к федеративному государственному устройству Украины. Спасибо, Михаил Алексеевич. Идем дальше по нашей программе. Региональное самоправление на Украине. Пропущенный уровень власти. Приглашаю Травина Романа Андреевича. Коллеги, здравствуйте. Около трех лет назад я написал статью на тему, на которую буду сегодня говорить. Вот, к глубокому сожалению, она была написана под диджамбольский праздник местного самоуправления. К глубокому сожалению, можно сказать, что ничего не изменилось в положительных сторонах. И поэтому хочу еще раз обратить внимание на эту проблему. Там будут ссылаться на статьи Конституции и всего прочего. Поэтому, может быть, будет не так живо и интересно, если мы говорим в живую. Ну, позволю себе прочитать. И так. Опыт многих весьма успешных государств показал, как сказано в Верховской Харте о местном самоуправлении, что лишь существование наделенных реальными полномочиями органов местного самоуправления обеспечит одновременно и эффективное, и приближенное гражданам управление. Очевидно, что и на Украине перераспределение ряда полномочий государственных органов в пользу местной власти одно из необходимых условий для того, чтобы бюрократический аппарат стал настоящим эффективным. Тем не менее, сегодня местное самоуправление на Украине можно сравнить со стоящей стороне от основного здания к лидерам. Тогда как оно должно лежать в фундаменте этого здания. И до тех пор, пока местное самоуправление не займет этого положенного им места, все здание решенных фундамента будет шататься, сколько не пытаясь обустроить крышу. Если предложить предложенную аналогию в том, то со стенами у нас ситуация еще хуже, чем с фундаментом. На Украине в общественном сознании отсутствует четкое разграничение между местным и региональным самоуправлением. Более того, последнего, то есть регионального самоуправления на Украине до Ивры просто нет. Тем не менее, это однюдь не устраняет самой проблемы организации самого местного самоуправления в нашей стране. Как известно, согласно части 1 140 статьи Конституции Украины, местное самоуправление является правом территориальной громады самостоятельно решать вопросы местного значения в рамках Конституции и законов Украины. При этом самоуправление осуществляется как непосредственно территориальными громадами, так и через органы местного самоуправления, сельские, поселковые, городские советы и исполнительные органы. В 4 статье и этой же статье описывают районные областные советы как органы местного самоуправления, которые представляют коллективные интересы территориальных громад. То есть Конституция Украины вроде как признается дифференциацией уровней самоуправления. Тем не менее, статья 5 закона местного самоуправления прямо относит районные областные советы к системе местного самоуправления. То есть мы видим конфликт и более того, мы понимаем, что реальность несоответствует. Более того, власть уже на уровне района носит некоторые черты региональные. И если в этом случае имеет место определенная натяжка, то на уровне области однозначно более уместно говорит региональная власть. А ведь она контролирует органы местного самоуправления, принимает различные региональные программы и так далее. Однако, как было показано выше, это юрой региональной властью не является. При этом, на что нужно обратить внимание в СОПО? Ведь наиболее острые проблемы противоречия, которые существуют сегодня между местными властями и центром, сосредоточены именно на региональном уровне. В первую очередь, это, безусловно, взаимоотношения властных, районных администраций, советов соответствующих уровней. Я думаю, что здесь люди подготовлены, понятно, о чем речь. Но песни слов не выдели, чтобы позволить себе уточнить, конкретизировать, что я имею в виду. Итак, согласно статье 44 закона о местном самоуправлении, районные областные советы делегируют ряд полномочий администрации. При этом, согласно части 6 статьи 118 Конституции Украины, местная государственная администрация подотчетна и подконтрольна советом части полномочий, делегированных ими соответствующим районным или областным советам. На деле же мы понимаем, что делегирование является принудительным, реальный контроль со стороны областных и районных советов невозможно, как минимум потому, что районные и областные советы не имеют возможности принимать кадровые решения, ну, они не влияют, так сказать, на кадровые решения в администрации. Администрации формируют, затем руководят назначенные из Киева чиновники. Что зачастую порождает острый антагонизм между ними и советами. Со сменой президента очаги этого антагонизма переместили с левого берега Днепра на правый, но он никуда не исчез. Тем не менее, четкое разделение местных и региональных властей присуще не только федеративным государствам, таким как Россия и Германия, но многим унитарно. Например, во Франции, с которой так любят сравнивать Украину, существует 22 региона округа с исторически сложившимися границами. Во главе французских регионов стоят советы, а председатели советов возглавляют исполнительную власть в регионах. Не аналогичный подход характерен для Европы в целом. Это отражено и в названии специального органа Совета Европы, который ведает местные и региональные вопросы. Он называется «Конгресс местных и региональных властей». В него входят представители Украины. В рамках Конгресса работают две палаты. Палата местных властей и палата регионных. То есть там четко дифференцируется этот уровень. Совет Европы не первый год занимается обсуждением проекта документа о региональном самоуправлении. И аналогичному Европейской партии о местном самоуправлении было разработано несколько проектов с разными названиями. Достаточно близких друг к другу по духу. Я хочу сразу договориться, такое отступление сделать. Я, несмотря на то, что я сторонник интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В первую очередь, речь, конечно, в Антоноженном Союзе. И в Евразийском Союзе. Но по части местного самоуправления, я думаю, что много чему можно поучиться у европейцев. И, на мой взгляд, те решения, какие-то вещи, которые там были предложены, совершенно не стоит отрицать из-за того вектора, который мы выбираем. Водвращаясь к тем документам, о которых я говорил, в одном из них за 2009 год, может быть, есть более свежий, но я просто в свое время перевел, просто не хотелось сейчас переводить более свежее. Они все, в общем-то, подробные, их довольно много, они исходные. Вот название этого документа можно перевести как рекомендации Совета Европы по структуре региональной демократии. И вот в нем региональным властям дано такое определение. Региональные власти, территориальные власти, стоящие между центральным правительством и местными властями, что не обязательно предполагает иерархические взаимоотношения между региональными и местными властями. К слову, как мы знаем, как о чем было уже сказано, на Украине такие вот иерархические отношения между местными и региональными властями есть. Там, где существуют региональные власти, принципы регионального самоуправления должны быть официально признаны внутренним законодательством страны и или Конституцией. Запомните, много говорится о полномочиях, которыми должны будут эти региональные власти. Например, региональные власти должны иметь право принятия решений и административные полномочия на территории, которые находятся под их юрисдикцией. Эти полномочия должны позволять принятие и реализацию политики с учетом специфики региона. Право принятия решений может включать законодательные полномочия. Я вот думаю, что даже те из нас, которые, как я, являются скорее противником интеграции в Европу, с этими вещами мы согласимся. На Украине же, вне зависимости от того, какая политическая команда находится у руля, наклонно наблюдается устойчивое стремление центральной власти дегрировать значение представительской власти регионального ура. Позиция региональных элит зачастую игнорируется, встречает противодействие центра. Главами администрации в ряде случаев назначаются варяги или непопулярные местные политики, что не может не отражать большинство жителей регионов. Подобная система в любой стране была бы неэффективной и конфликтной, но специфические украинские условия делают ее еще менее пригодной, чем большинство других стран. Как известно, в нашей стране исторически сложился ряд регионов, которые отличаются по языку, диалекту, вероисповеданию конфессий и, что особенно важно, внешнеполитическим и цивилизационным выборам. До 2050 года на уровне центрального правительства доминировали представители одного из таких регионов, которые пытались распространить менталитет и ценности, характерные и комфортные лишь для этого региона на всю страну. Сейчас к власти пришли представители другого. Они, правда, в отличие от предыдущего руководства, не так активно ведут себя в гуманитарной сфере, чем полу и немало огорчают свой базовый лектор. Понятно, что со временем маятник качнется в другую сторону, затем обратно и рано или поздно разрушит государство. Бесконечно ломать через колено регионы Украины вряд ли получится. Тем более, что без нарушения прав человека разной глубины перманентных конфликтов это невозможно. Такие подходы всегда рано или поздно вызывают жесткое противодействие и печальные последствия. Сейчас я буду резюмировать, что о чем я говорю. На мой взгляд, поэтому именно все, что говорилось, создание эффективного, жизнеспособного аппарата государственной власти без полноценного и юридически оформленного компонента регионального самоуправления представляется трудновыполнимым. Какие конкретно шаги необходимо предпринять в рамках реформной системы взаимоотношений местных, региональных и центральных властей? Тема для дискуссий, в том числе о федеративном устройстве. Я, допустим, являюсь сторонником федеративного устройства, но это, как мы знаем, не обязательно. Вопрос о числе регионов и так далее. Однако, совершенно очевидно, что необходимо говорить не о двух, а о трех уровнях власти, центральным, региональным и местным, с четко выписанными границами полномочия между теми и тремя уровнями. И вот просто последняя такая ремарка. Нужно сказать, что в свое время при Союзе это, скажем так, более, на мой взгляд, было грамотно регулированным. Вопрос, просто приведу название закона, который регулировал взаимоотношения разных городных властей и Советского Союза. Он назывался так, в СССР. Про Местцевые Рады, Народных Депутатов, это Местцевые и региональные самоуправления. И там региональному самоуправлению было, так сказать, выделено определенное место, чего очень не хватает современных законов. Спасибо. Спасибо. Продолжаем. Слово предоставляю Олейнику и Николаю Витальевичу с докладом. Вот, наверное, наиболее пока звучащим в тему, что называется, не в том смысле, что другие доклады не подходят, а в том смысле, что вот почти созвучное название конференции. Слабожанщина как возможный субъект федерации. Исторические аспекты. Пожалуйста. Добрый день. Сразу хочу обозначить то, что я историк. Я не являюсь экономистом, я не являюсь социологом. И поэтому я буду говорить о конкретно исторических особенностях, не знаю, что ли, федерализма вообще на Украине и конкретно в том, что мы выбирали слабожанщину. Тема, которую мы обсуждаем, она далеко не могла. Идея федерализации Украины имеет давнюю историю. Ее вытвергали разные политические деятели, исходя из конкретно исторических условий, в которых находились украинские земли. И вплоть до советской эпохи именно федерация виделась большинством мыслителей, разобладывавших идеи независимой Украины идеальной формы устройства для Украины. Революция и создание советского государства убрали этот вопрос из поверхности дня. Украина впервые состоялась как в некоторой мере независимое государство в границах близких к современному. Однако в вопросах территориально-административного устройства Украина была разделена исключителем интересов большого государственного объединения, ССССР. Советское государство было гиперцентрализованным. С одной стороны, это несколько противоречило делам стилизма, но с другой, это было наиболее логичным ответом на вызовы отраждебного внешнего окружения. И по-своему эффективным, поскольку именно такая централизация позволяла СССР выдвигать и успешно достигать различных сверхцелей. После крушения СССР и мировой социалистической системы во многих советских государствах чуть ли не ведущим политическим трендом стал радикальный антисоветизм. Стоит отметить, что многие предложения, которые делали в то время политические деятели антисоветского толка, были весьма правильными, хотя они были и ситуативными, и практически всегда стояли на ложных предпосылках. Так, в конце 80-х, начале 90-х годов, на политическую арену Украины снова вышла гиперцентрализма. Более того, именно федеративное устройство Украины виделось наиболее правильным даже Вячеславу Черноволу, лидеру ведущего антисоветского движения, народного рука Украины. В 1991 году она даже была включена в его президентскую программу, а на выборах он тогда занял, напомню, второе место после они даже начинали. Жесточайший экономический кризис снова снялся вопрос клести дня. Что он на политической арене активно, он появился в 2004 году, во время событий, развернувшихся тогда вокруг президентских лукоров. Ряд Советов Западной Украины приняли решение о признании президента Виктора Ющенко, несмотря на то, что согласно Дарву Центра победил Виктор Ямукович. Этот политический димаш заставил элиты Востока и Юга Украины принять ответные меры, которые вылились в движение за федерализацию Украины, а иногда даже за отделение Юга и Востока Украины в отдельную республику, что тогда вызвало особо интересных сотрудников правоохранительных органов. Это движение, однако, появилось спонтанно, и в реале он может назвать исторические обусловленные. Но именно такие толчки могут сдвинуть, часто дело с мертвой точки. Например, в 1955 году вряд ли кто-то мог поверить в то, что на Кубе режим Батисты падет. Но в 1956 году небольшая группа энтузиастов своими активными действиями вызвала массовое народное движение, которое привело к тому, что в начале 1959 года режим Батисты пал. Сейчас на преследок дня снова остается вопрос о федерализации Украины. Крайне важно то, что он не является ответом одной стороны на действия другой, как это было, например, в 2004-2005 году, вспомни, опять же, рассказывание Виктора Федоровича, которое цитировалось. Он является результатом постепенного осмысления противоречивого внутреннего положения, в котором оказалась Украина. И это позволяет с колонной головой на экспертном уровне обсудить все аспекты данного назревшего вопроса. Я не буду останавливаться на том, какие плюсы и какие минусы несет для Украины и конкретно для Харьковской федерализации. Об этом говорили ранее, об этом будут говорить позднее люди, которые, наверное, более экспертны в этом, чем я. Хочу отметить еще несколько вопросов, которые, несомненно, возникают у меня, если я говорю о роли Слобожанщины или Харьковщины, как субъекта возможной федерации. И попытаюсь предложить хотя бы некоторые варианты ответов. Очень важным вопросом являются критерии, по которым будет проводиться административный раздел и последующие объединения. Вот так, если мы будем говорить об этнокультурном объединении, то здесь вопросов больше, чем ответов. Например, исторически Харьковщина, конечно, принадлежит к этнокультурному региону Слобожанщина. Однако нужно понимать, что население, проживающее здесь, оно не автоктонно. Население Слобожанщины велось с разных углов России, чтобы условило разное развитие отдельных частей Слобожанщины. Так, город Харьков, север, восток Харьковской области, это практически всецело русские, различные регионы. В Сумской области население преимущественно говорит по-украински, как и в полтавской. Да, этнически, это, по большей части, украинцы, а не русские. И отсюда следует один логичный вывод. Федерация не будет и не должна вестись искусственно, и даже карикатурно, как ее представляют ее противники, которые не видят других территорийных границ, в принципе, кроме областных. Она должна учитывать все исторические особенности конкретных регионов, а не условных областей. В Кутильском районе Слобожане, например, большая часть русскоязычной, да и гости, не надо соврать, до этнических русских там проживают больше, чем украинцев. И вполне логично включить ее в территориальное объединение на основании Харьковской области. А ряд регионов Юго-Запада Харьковщины, наоборот, вывести из состава Харьковской области и включить состав объединения на основе, например, той части Полтавской области, которая традиционно больше в центральной Украине, а не в восточной. Ну, если пойти дальше, то мы заметим, что у многих районов Харьковщины гораздо больше связей с Белгородской областью, с Шебекиным, Волоновкой, Валуйками. Однако это совершенно необычно, который обсуждать не усвоит темы данного круглого стола. Что можно сделать на руке?